Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня утром, когда я выезжала на тренировку, благо мир оживает, уже можно ходить на тренировки, я ехала и думала о том, что бы мне сейчас сделать. У меня был выбор послушать задания, тренинг, который я прохожу, позвонить по телефону с кем-нибудь поболтать, записать видео. И я вот задумалась над тем, что на самом деле наш ресурс времени, он всегда с вами ограничен, но он у нас всегда есть. То есть нет таких людей, которые можно было бы сказать, что у этого 24 часа в сутках, а у этого больше, а у этого меньше. У нас у всех есть одно и то же количество времени. И так или иначе мы все с вами проживаем один период. То есть у нас у всех начинается 1 июня, и у всех в одно время заканчивается 1 июля. Вот только количество дел, которые мы успеваем делать, и результат, который мы от них получаем, абсолютно разный. Есть люди, которые постоянно заняты тем, что они вот чем-то заняты. Они все время говорят, я очень занят, я очень деловой, у меня очень всего много, я ничего не успеваю. Но при этом, когда ты говоришь, например, с человеком о каких-то результатах, то результатов очень мало. Потому что действий много, он говорит, ну что делать, я пытаюсь, денег нету, того нету, поехать никуда не могу, короче, ничего не могу себе позволить, весь в заботах и в хлопотах. При этом есть люди, которые каждый месяц, каждую неделю и даже каждый день обязательно имеют какой-то результат своего дня, и при этом очень активно двигаются, ну или продвигаются. За счет чего это происходит? Почему у одних так, а у других так? Все очень просто. Мы свои 24 часа чем-то наполняем, все абсолютно. Но вопрос от того, насколько правильные действия мы подбираем, в общем-то мы получаем настолько правильный результат. Объясню. Когда я ехала, я все-таки приняла решение дослушать тренинг, потому что у меня сегодня там еще одна неделя завершающая, где я получаю задания, и мне необходимо их выполнять. Я поняла, что лучше я это время потрачу на то, что я послушаю эти задания, таким образом мне не нужно будет это делать потом. Когда я приеду, я уже смогу их просто выполнять. В то же время, если бы я просто поболтала по телефону, то это время бы ушло в никуда. Я не говорю о том, что нельзя просто болтать по телефону, но так или иначе, выбор моего занятия определит, опять-таки, тот результат, который я буду иметь на выходе. И это очень правильно. Раньше я все время очень любила откладывать какие-то важные дела на потом. И когда я думала о том, чтобы пойти куда-то поучиться, начать чем-то заниматься, что-то вообще сделать, я все время думала, ну, я еще подумаю, я отложу это на потом. Но в какой-то период времени я вдруг увидела, что пока я думаю, пока я собираюсь, время проходит. И я только оглядываюсь назад и понимаю, что прошла неделя, прошел месяц, а я так и продолжаю думать. Мало того, я же даже об этом не думаю, я все время это откладываю в своей голове. И я очень помню первый свой такой опыт, когда я в детстве была полненькой, и мы решили с моей подружкой пойти в зал заниматься. Но как-то подружка моя сразу в это влилась на шейпинг, тогда была популярная тема, называлась шейпинг. Моя подружка сразу же записалась, а я как-то так, знаете, раз и испугалась, что я как-то недостаточно хороша для зала и не пошла. И вот прошел месяц, вообще незаметно, моя подружка скинула несколько килограмм и вообще прекрасно выглядела. Физическая форма ее была гораздо лучше. А я все еще собиралась, и тогда я увидела между нами первый отрыв. И вы знаете, я после этого очень сильно пересмотрела свою жизнь, и все время, каждый раз у меня появилось в голове новое убеждение, что время все равно пройдет. Поэтому лучше сделать, чем не сделать. И если в моей голове родилась какая-то мысль, то лучше ее сделать. Даже если это, например, какая-то неприятная штука, там, связанная, знаете, со здоровьем, там, еще с чем-то. Когда ты понимаешь, что, о боже, мне так страшно на это собираться, потому что, блин, это же будет неприятно, это же может быть я буду как-то не так выглядеть. Я всегда знаю, вот когда мне говорит, там, мой косметолог, Оля, ну после этой процедуры ты будешь не очень хорошо выглядеть. Когда у тебя будет такой период времени, чтобы ты могла так выглядеть? Я ему всегда говорю, никогда, поэтому давай лучше сейчас. Потому что если я, так, сейчас я запаркуюсь, друзья, и мы будем спокойно с вами жить. Вот, потому что если я буду собираться это делать, то я никогда не найду такое время, когда бы мне хотелось выглядеть непривлекательно. То же самое касается всего остального. Если вы все время откладываете свою лучшую жизнь на потом, что бы это ни имело в виду, улучшить свое здоровье, улучшить свою физическую форму, улучшить свои мысли, поменять работу, начать заниматься чем-то новым, уволиться, уйти в семью, прийти с семьи, неважно. Вот это откладывание, это, знаете, вот это вот разрывание самого себя. Ничего не произойдет, если вы будете это откладывать. Если вы уже давно созрели и вы понимаете, что это нужно, но вам просто страшно сделать этот шаг, то нет лучшего времени, чем сейчас. Конечно, вы это слышали, правда? Сколько времени назад вы об этом слышали? Сколько времени вы об этом думаете? Подумайте над тем, что время проходит очень быстро. Вот я смотрю, что я, например, мама двоих дочерей. Одной моей дочери будет скоро 9, второй моей дочери будет скоро 6. Вы знаете, если вот вам кажется, что, особенно у тех, у кого нет детей, что материнство, и вот это все, ну как бы, это все очень долго, что как-то вот мы замечаем, что наши дети растут, то ничего подобного. Я вообще до сих пор не могу понять, что я их родила. Я вообще не могу понять, как эти взрослые девочки вообще называют меня мамой. До сих пор для меня загадка то, что я мама. Я не могу еще в это поверить, потому что я еще помню, как я в школе тряпками бросалась. И вот этот момент того, что там скоро мне будет какая-то странная цифра, тоже непонятен. Время пролетает очень быстро. Поэтому научитесь схвататься за это время, научитесь ввязываться. Время пройдет. Месяц, два, три, четыре пролетят. Но результат, который вы получите, и то, куда вы продвинетесь, будет очень сильно отличаться. Каждый год люди пишут себе какие-то цели и задачи, пишут, забывают об этом. Вообще собираются изменить свою жизнь, собираются что-то сделать. И вот этот пункт собирания, он настолько длительный. Поймите, что все находится в нашей голове. Научитесь ввязываться, научитесь мечтать, научитесь работать над своей жизнью, получать удовольствие. Научитесь прямо сейчас жить так, как вы хотите. Ваш мозг, вы еще, может быть, не в состоянии в физическом мире получить все, чего вы хотите. Но ваш мозг уже в состоянии. Делать это с помощью медитации, делать это с помощью практик, делать это с помощью аффирмаций, делать это с помощью различных вещей, которые перестраивают ваш мозг на то, чтобы ваша действительность и ваша реальность менялась. Рано или поздно вы обязательно к этому придете. Это может случиться через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет, по-разному. Но на достижение самых глобальных целей, как правило, достаточно 2-3 года. Глобальнейших целей, которые не умещаются в вашей голове, достаточно 2-3 года. 2-3 года кажутся нам вечностью, если мы думаем над тем, что нам надо 2-3 года работать над тем, чтобы стать кем-то, что-то получить. Но если вы вернетесь на 2-3 года назад, то, скорее всего, вы увидите, что ваша жизнь сильно не поменялась. А эти 2 или 3 года прошли. И пройдут следующие. И только вы принимаете решение, как вам жить. Вот, собственно, и все. Поэтому каждый месяц я завидую своим рерайтовцам, ну, завидую, наверное, не то слово, предвкушаю. Потому что я знаю, что этот месяц будет у них не таким, как были обычные месяцы. Я знаю, что за этот месяц у многих людей происходят такие сдвиги, которые не происходили за предыдущие много лет. И об этом говорят, об этом пишут. И я это знаю, потому что в моей личной жизни за последние 3 месяца произошли перемены, которых я ждала, наверное, лет 5. Ну, ждала не то, что я их сидела и ожидала, а я понимаю, что лет 5 я думала об этом, но почему-то к этому не приступала. Иногда нам на глаза надеваются какие-то очки, какая-то пелена. Наверное, нам нужно проходить какой-то опыт. Но, скорее всего, мы сами себе все усложняем. Мы сами затыкаем беруши к себе. Знаете, когда летим в самолете и потом забываем их достать. Поэтому вы сами принимаете решение, каким образом вы будете проводить дальнейшее время. Вот, собственно, и все. Рерайтер жизни у нас стартовал сегодня, когда я записываю это видео 1 июня. Вы можете к нам присоединиться и уже через месяц увидеть другую реальность. Вы можете попробовать пройти 4 дня за 100 гривен и тоже посмотреть, что будет. Не верьте людям, которые говорят, что за это все нужно платить, за хорошее нужно платить плохим. Это убеждение этих людей, которые у них работают. Жизнь создана для удовольствия. Жизнь создана для раскрытия своего потенциала. Жизнь создана для созидания. И нету за это никакой платы. Нам рассказали, что есть ад, что есть рай. Потому что нужны какие-то противопоставления. Но на самом деле жизнь потрясающая и прекрасная. И поверьте, я сейчас очень хорошо понимаю, о чем я говорю. И не стоит никогда ждать, что за чем-то хорошим обязательно последует что-то плохое. Оно последует только по одной причине. Потому что оно живет у вас в голове. Давайте учиться это искоренять. Тем более у нас для этого есть миллион информации, миллион практик. И начнем мы с того, что мы напишем книгу вашей жизни. Вашей новой жизни. Книгу той жизни, о которой вы мечтали. О которой вы боялись мечтать. Потому что в детстве, скорее всего, нам сказали заранее, что это невозможно. Не верь в сказки. Давайте верить в сказки. Давайте создавать свои сказки. И мы покажем, прежде всего, самим себе, что жизнь может быть сказкой. Что сказка на самом деле реальность. И в нее не обязательно добавлять каких-то негативных героев. Вот просто послушайте, что я вам говорю. Я чувствую себя в последнее время невероятно счастливой. Просто невероятно счастливой. И я понимаю, что отныне это счастье, это и есть моя жизнь. Это и есть мой выбор. Да, мне предстоит еще много работать над собой. Да, не все мои мысли еще перестроены. Да, я тоже чувствую какие-то негативные программы, которые периодически во мне всплывают. Но сегодня была первая победа. Потому что, когда я пришла в зал натренироваться со своим шпагатом, и мне сказали о том, что я мягкая, что прекрасно после двух месяцев сохранилась, я сказала, я девушка-каучук. Называйте меня девушкой-каучук. Я очень мягкая. И через пару месяцев я сделаю то, чего не могла сделать четыре года, пока называла себя бревном. Я сяду на свой поперечный шпагат. Я сяду на свой левый шпагат. Потому что теперь я знаю, что я не садилась только по одной причине. Я в это не верила. Я стану для вас лучшим доказательством того, что все начинается в нашей голове. Вы можете наблюдать и быть зрителем. А можете присоединиться и начать менять свою жизнь. Я хочу, чтобы вы это делали, потому что офигенно, когда тебя окружают люди, которые на своем же примере видят, что это работает. Всем классного дня, ребята. Я пошла заниматься своим любимым делом. Даже не могу сказать, что работать. Вам желаю классного дня. Оставляю под низом ссылочку. Присоединяйтесь в пробную версию. Присоединяйтесь в обычную версию. Главное, присоединяйтесь и меняйте свою жизнь.